Встреча с Мандельштейном Встреча с Мандельштейном Встреча с Мандельштейном него оставит и тут покопался в своих бумажках нашел бумажку который сейчас в архиве есть там написано кто участвовал написано мандельштам что говорит или нет но устно у него была блестящая память у него передал что да он прекрасно читал стихи у него было вытянуть такое лицо но национальную тему терпеть не мог и на нее вообще не разговаривать не разговаривать вообще национальная тема тогда среди институтов гитлебертки не поднималась не разбивалась хорошо и замечательно у них поэтому ты не развивалась так вот в чем тут сходство сходство в том что мандельштам быстро уехал я думаю что в италии он был в италии он был потому что в италии все ездили шейнберг тоже ездил регулярно это было близко тогда было это очень дешево очень комфортно и каждый себе что описывал как он воспринимал италии так что наверное все это возникло но он быстро как как известно ушел в поэзию и конечно же как и для пастернак это был только эпизод веложидный а шейнберг наоборот он ушел только философии настолько что все другие таланты свои художественные таланты поэтический бразаически он старался выжать отбросить отказаться от стихов он отказался быстро когда брюкзер по прочтению его блокнотика поморщился сказал что это как-то не очень а с прозой собственно он все время боролся первые крупные произведения все же он не выбросил и не сжег и не порвал но не окончил это был роман который начал начало в двадцать третьем году о котором сейчас речь пойдет потом большой перерыв потом он его стал кончать когда приехал в лондоне но издать его было совершенно невозможно я надеюсь что те тот текст который сохранился он оставит хорошее впечатление вот сейчас готовится к выходу книгу книга которую я подготовила прозаических сочинений штейнберге там будет роман под названием ворву гибельным об иммигрантах об эмиграции берлинской вот так вот так как он всегда старался выжить и только посвятить себя философии и это чаще всего у него получалось и это получалось у него потому что это у него была четкая и какая теоретическая основа когда штейнберг приехал в петербург и там вошел в среду русской интеллигенции и они вместе с известными лидерами русской интеллигенции брюсовым блоком белым и нет брюсов не входил блоком белым разумником и так далее создали вольфилу известную и он стал научным секретарем то все смотрели на него как ну такого ученого молодой человек совершенно но как представители немецкой классической философии которые в россии не континентство не принимали сильно не сильно явно не явно но она не принималась и это был такой теоретик они называлась этого них вольфила то есть вольная философская ассоциация но каждый говорил что там был шкловский со своей группой каждый шел все тут кто-то говорил о религии и философии кто-то говоря об искусстве философии вот так а он их караулил но это все в мемуарах есть как это было вот сейчас во втором издании они которые мы готовили с хазаном к сожалению здесь отсутствующих это это было очень это был очень бурный период но он нет он настолько вошел в эту в эту среду сотворить но основу для будущей духовной революции это революции ну ладно они уже с восемнадцатого года он там был девятнадцатом уже открылась это все дело но он не считал что конечно как и многие сыры он был причастен к сыры лидером которых был его брат и цепь и и он считал конечно что нужно подготовиться эту основу теоретическую белософскую основу для духовной революции и распространить во весь мир ну вот такие они были но тем не менее так вот по-прежнему писалось никакая проза но фальфилой просуществовал несколько лет вскоре звучно было разогнано так или иначе и и купе кто уехал кто мало кто остался ему удалось уехать в 1922 году по разрешению ла начатку ла начатка имел слабость однажды написать в газете статью о том что русской интеллигенции нужно конечно брать командировки изучать материалы за границу он пришел здесь мне философии нельзя заниматься я хочу поехать ему так и написали что может выехать для занять для профессиональное занятия философии выехали больше конечно не вернулся 1922 году он провел конец года в гейдельберге сочинял новые планы как он будет дальше жить а вольфилы нет а он хотел конечно чтобы коллектив какой-то одному как быть одному как и как себя удержать на этом уровне очень высоком уровне где разрабатывались темы он сам доклад сделал эпохальный достоевский откуда пошли все его дальнейшей работе а достоевском а но в 23 году он уже приехал в берлин и окунулся в море в бурю эту эмигрантскую где каждый ходил во много разных кругов кружков кто-то ходил выдержки кто-то в ивритский кто-то в русский кто-то кто-то делал доклад в русском клубе на иврите или и об ивритске кто-то очень была полная смесь и так и не потому что это было плохо не считали что это замечательно и что нужно особенно он считал новую историю еврейскую нужно распространить на все слои общества и и главное что они нашли связь и очень такую плодотворную с немецким евреистом с местными листами и очень дружинами так вот в том же 1923 году в берлине были и встретились два лидера еврейской литературы это дядя его и сидор или шеф который писать печатался под псевдоним бар на 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 идаш пишут макшовец а так как это вещь написано на иврите так я буду говорить макшавод что одно и то же до мыслитель вроде вот и бялик они уже были в берлине властитель но и так и так до властительства переводит и так властитель точнее конечно так вот они там встретились и и шейнберг присутствовал при этом но ничего не написал в двадцать четвертом году его дядя умер ну там еще была очень личная история сейчас я не могу об этом говорить штенберг очень ругал свою дядю что он положил свою жизнь перед красавицы женой которая сбежала от него это ужасно как человек может так свою жизнь низко ценить что он вообще не женится как это философ может жениться вообще невозможно но значит он умер двадцать четвертом году в комнат успев вернуться домой в комнат а опять уехал как известно как он и собирался уехал в палестину так вот ничего не было записано но он в этих вот клубах о которой говорила эмигрантских он конечно выступал и по смерти написал выступил с докладом воспоминания о наидыш он говорил клубе шолом алейхома воспоминания о бай машин маши вот и в данном случае а потом после смерти бялика в тридцать четвертом году он написал в той газете которую не с братом издавали на и дыш написал воспоминания тоже о бялике то есть он их ставил близко но не сближал так чтобы они образовали один сюжет и только в сорок первом году неожиданно такая связь уже ни того ни другого нет уже не актуальна эта тема он и пишется нечто вроде о чем я условно скажу что это лучше в ежемесячном приложении к лондонской газете на иврите а шкафата цианит то есть или сианинский взгляд это приложение называлось ялку порно что такое это небольшое сочинение на на иврите как я говорю и первое произведение которое можно назвать художественных у философа нисколько не уходя от философии и нисколько не приближаясь никакому стилю никакому методу никакому гениальному писателю пытается создать свой стиль это было начало потом потому что потом были много продолжений и отчеркового характера и не отчеркового и мемуарные всякое вот это вот об этом я его выбрала значит подзаголовок там такой как всегда подзаголовок бывает чтобы уточнить тему иудитва и иврит и иврейский язык тогда идаш назывался иврейским языком тоже а иврит это иврит два языка но тема как вы понимаете почти избытая она уже сейчас немножко погасла к 41 году но во второй половине 19 века и в начале 20 на этой теме сталкивались мнения политические и национальные и государственные в смысле что российские линии не того и другого на это же какое-то время да но только чтобы не было и вот она была страшно актуальна но бунт и палец и он только идаш сам автор писал на идаш большинство своих произведений в эмиграции до лондона и в лондоне тоже в начале у него было два домашних языка дома говорили по-русски и на ядыш на двух языках иврит изучали как язык своей культуре культуры немецкий язык узнал как язык образования европейского английский язык потом прибавил приехав переехал в лондон 3 4 году потом у него появился французский и испанский да и немецкий еще язык его перевода но документальной встречи не помнила очень все хорошо так что действительно они встречались и он пишет о том что они я автор присутствовал при этих встречах даже себя не называет я автор присутствовал при этих встречах но если не присутствовал то ему потом они рассказали наверное так и было так вот если это очерк вот гипотетически то как конечно важна мера документальности и как миг документальности вымыслом какие тут телодвижения происходят дело в том что 1941 году произошли в его жизни большие изменения он в англии конечно смог больше реализоваться как против практически так сказать деятель еврейской культуры не просто тот который пишет статьи уже автор огромного количества которые за энциклопедии переводе десятитонник дубного и так далее то есть становится видным лидером практически но в англии это было не так куда он с большим трудом смог переехать была небольшая еврейская община но политика была такова он очень любил черчилль и кстати высоко ценил из-за этого что она он создал какие-то возможности и и и да он там образовался за счет лондонское отделение всемирного еврейского конгресса сейчас его мало слышно а в те годы грейский всемирный грейк век очень большую работу делал и в сорок первом году он вступил бриканское отделение века вставлял его исследовательский департамент сам придумал такое отделение исследовательский департамент он потом стал называться департамент культуры он составлял планы сейчас они все эти как это развивать культуру на каких языках какое воспитание давать и так далее а в сорок седьмом году бывший поклонник прекрасно давать так назвал он философии было избран исполнительный комитет века назначен директором гипотамика и представителем юнеско он открывал в разных странах огромное количество всевозможных изданий на на разных языках национальное воспитание должно вестись на всех языках которым пользуется народ но так как он не был сианистом отдельный вопрос и не могу об этом говорить он не был сианистом он приезжал сюда 7 раз и каждый раз он говорил о том что и резкое воспитание должно вести только на иврите что диаспора не должна быть отключена если закрыть идыш и так далее но все же еще недостаточно мотива почему он взялся за эту тему через 18 лет из дневника 40 года утром война как божья кара каждая человеческая душа тем ближе к вечному неистребимому источнику всего живого чем отчетливее проявляется она в телесных своих пределах как не от тела сего как гости из царства не от мира сего как частица целостности лишь слабым отражением который может стать целое человечество блаженные верующие и был у наследует землю на донес вести хронику куда возможно и жить как в салме 57 он был человеком верующим но не ортодоксом верующим и очень органично соединял свою веру с универсализмом но это он был не один поэтому такое это много было таких середине века философии поэтому я на этом сейчас не могу так вот единственная целостность из греческой философии из платона из парменида и непрерывность духовного развития которую развил он тоже не он один на youtube очень много сделал для этого но оставить все это живым надо ликвидировать дистанцию времени он считает видеть ядро и вещи прежде всего людей историю культуру скорость разъединяющую призму пространства в эту суть искусства которому учат философии теперь я быстрее я быстро по этому я объяснила почему он взялся теперь что в тексте случается сначала они перекидываются репликами почему ты пишешь на иных а почему ты пишешь на иврите но это очень быстро кончается потому что стоило бяльку только спросить а вот каково же было его удивление когда намек на году и синие дрионы не удивило его тяги как стрела из лука последовал ответ оба имеют такие те же культурные корни все и спор кончился уже нету полейники нету скоро они но как же быть как как же это соединить все один упрекает что мы ты должен и на моем поле работать и ты на моем поле должен потому что культура 1 2 языка на культура 1 23 году было понятно что производство происходит огромный кризис народ разделяется языки языки разделяется и это штейнберг и беспокоило беспокоило и после того как они уже почувствовали свое единство бяник опять беспокоиться что да я не беспокоиться а как же будет теперь с этими ручьями исток 1 но ручьи разделяются на на два языка как они выражаются очень образно у них нет никакого такого понимать логики каких-то доказательств дискурса научного они говорят образно и развитие беседы от языка незаметно перетекает к анализу творчества баня маршавор был человеком принципиально у него не было творческих кризис как вот это почему как у пиалика который по 10 лет не писал стихи раскроется и не находя опору а бадим дешевод и сидел в тюрьме и все и он сказал что я сейчас тебя объясню и он начинает объяснять как он видит творчество творчество бяника он говорит что вы рассказе за ограды ранее рассказ очень хороший с которым бяника слава начинал это просто этом рассказе уже есть единство автора и героя там герои если кто-то помнит мальчик который в закрытом мире сидит и смотрят в щелку на русский двор и влюбляется девочку и у них любовь произошла очень горные они убежали соединились а в конце он она смотрится ребенком на руках смотрят в щелку наблюдая за еврейской свадьбой это только могло быть только в русском романе такой хэпи-энд тут нет и хэпи-энд но бальмаши вот объясняет что это ничего потому что это это ты это ты не понимал потому что мальчика зовут но у тебя имена такие нахман хай и поэтому вот значит это ты про себя дальше он объясняет другие секреты биолиховского творчества ну